Дональд Трамп Деньги порноактрисы, с которой он имел связь, за молчание, часто бывает всё-таки жадность-то есть, эти деньги были проведены потом и компенсированы помощнику своему юридическому, как юридические расходы в ходе избирательной кампании. И сам по себе вот такой подлог является не уголовным преступлением, но если он совершается с тем, чтобы скрыть какие-то другие ещё вещи, ну вот тогда уже начинается преследование. Но это были, что называется, самые цветочки. Потом пошёл второй объём претензий и обвинений. Это вещь, связанная с хранением секретных документов. И вот здесь речь идёт о том, что у президента в его резиденции Мара Лага хранилось довольно много секретных документов, по разным оценкам 102 документа. И он забрал их во времена бытности с президентом. Несколько раз официальные власти обращались с предложением вернуть эти документы, но это предложение встречалось с молчанием, после чего была получена санкция на обыск и был проведён обыск. Ну вот одна из таких наших известных говорливых политологов рассказывала, ну, видимо, любительница Трампа, что ему, конечно, подбросили секретные документы. Человек, который, видимо, никогда в жизни не имел отношения к секретным документам, не понимает, что это такое. Любой секретный документ при получении фиксируется, записывается. Если человек забирает документы и не возвращает, ну, в наших условиях, это всегда уголовная будет история. Потому что секретность в Советском Союзе, где это была религия, не дай бог утратить секретный документ, всё учитывалось, контролировалось. Ну, так построена ситуация по всему миру. И более того, как утверждается в прессе в разных источниках, президент приглашал гостей, и там были некие записи встречи, где он рассказывал, что вот у него тут такие секретные документы, что за них как можно в тюрьму сесть, и что вот он мог, конечно, рассекретить, будучи президентом, имея такую власть. Но вот это он не сделал, а документы типа остались. Ну, вот они и лежат, включая документы, которые обсуждали доклады о слабостях Соединённых Штатов в сфере ядерной безопасности. И этот документ стоит очень большие деньги, скажем так, безумный интерес разведывательной сферы, в том числе и российской, да, я думаю, и китайской. Ну, ещё целый ряд таких весёлых документов, по которым, конечно, накопалось довольно серьёзное обвинение. 38 пунктов, по разным оценкам, там 400 лет тюремного заключения, но там обычно дальше начинаются всяческие уменьшения, поглощения. Но по оценкам специалистов от 17,5 до 22 лет можно запросто получить. И ещё плюс 7,9 за воспрепятствование правосудия. Вот это мы будем несколько раз касаться, а потом поговорим к поводу воспрепятствования правосудия. 17 документов из 102 имели характер совершенно секретно. Это очень серьёзная история, и многое говорит о Трампе, как о человеке, насколько он ответственен, насколько он на самом деле психологически готов к тому, чтобы ощущать ответственность за серьёзную ядерную державу. И вот сейчас подоспел уже третий объём обвинений. Это уже связано с историями выбора и штурм Белого дома. Штурм Белого дома произошёл у нас 6 января 2021 года. В ходе этого штурма было 5 погибших, как со стороны штурмующих, так и со стороны полицейских. И по этому поводу работал спецпрокурор. Джейн Смит и этот спецпрокурор заявил, что это беспрецедентное нападение на оплату американской демократии. Ну, надо понимать, что именно парламент всегда считается центральным органом власти. И это считается ведущая власть, представительство народа. Поэтому нападение на парламент воспринимается действительно как нападение на самую главную опору и скрепу демократического устройства. Четыре пункта. Значит, первый пункт – оговор с целью обмана Соединённых Штатов. Это штраф и срок до пяти лет. Второй – сговор с целью фальсификации показаний свидетелей. Тут уже до двадцати лет. Третье – идёт сговор против прав американских грандов. Ну, либо штраф до десяти лет. Или, если, так сказать, удастся доказать одну позицию, мы об этом будем говорить, то там вплоть до пожизненного смертной казни и отстранения от занятий позиций из госслужбы. И воспрепятствование и попытка воспрепятствования правосудию до двадцати лет. Вот эти вещи, я начну с конца, в Соединённых Штатах наказываются очень сильно. И поэтому иногда мы удивляемся, почему человек пришёл и тут же всё и рассказал. Ну, в общем, он понимает, что если он под присягой будет лжесвидетельствовать, то это очень серьёзный срок. И за это можно только, если это только удается доказать, уже за это можно лет на семь сесть. И суды совершенно безжалостно относятся к тем людям, которые занимаются лжесвидетельствами. Поэтому иногда мы даже не очень понимаем, как же так вот всё было рассказано. А попробуйте. Вот когда над вами висит вот такая история о лжесвидетельствах, а не под присягой. А теперь по части истории, которые связаны с выборами. Мы помним, что президент Трамп начал достаточно серьёзную именно агитационную кампанию с убеждением граждан, что выборы нечестные, выборы несправедливые, выборы фальсифицированы противоположной стороной. Ну, уже здесь мы должны задать такой интересный вопрос. Давайте представим, как оппозиция может в стране фальсифицировать выборы, когда у вас есть власть. Давайте прикинем это. И второй момент. Есть разные штаты. Есть штаты, в которых действительно руководят демократические правительства, демократические губернаторы. Но есть штаты, где-то приблизительно половина, где руководят республиканские губернаторы и республиканские парламенты. То есть однопартийцы Трампа. И что ещё интересно, что Трамп, его избирательный штаб подал громадное количество исков. Вот это надо постоянно об этом помнить. Подал в разные суды. Суды, часть которых, условно говоря, имеют где большинство судей, опять же, условно говоря, республиканского происхождения, да, и суды, где есть, конечно, большинство судей демократических взглядов. Но, тем не менее, судьи очень уважают свою позицию и стараются быть максимально беспристрастными. Такова традиция, таков опыт, там судей, Верховный суд, он назначается сенатом по представлению президента пожизненно, при условии безупречного поведения. То есть судья понимает, что это высшая позиция, и он её будет занимать пожизненно. Остранён, может быть, только по импичменту, если он запятнал высокое имя судей и никаких других соображений. И отнюдь не каждому президенту выдаётся вообще в жизни представлять судей, потому что вакансии образуются крайне редко. Трамп был счастливчик. Он представлял несколько кандидатов, естественно, людей, которые были близки его взглядам. Так и по-другим штатам частично кое-где судьи традиционно избираются, а кое-где судьи назначаются. Так вот, все процессы, которые Трамп провёл как кандидат, он проиграл. За одним маленьким исключением, я это повторяю, потому что у нас возникает в силу именно, опять же, поскольку они бесконечных повторов о том, что всё было куплено, принципицировано, мы начинаем верить этим заявлениям. Только одна позиция, где в силу ковидных условий там было ограничение для наблюдателей, условно говоря, там 5 метров или сколько там, а они говорили, слишком много, давайте-ка сократим до 3. Ну вот это решили. Ну и сам процесс подсчёта голосов, там не какая-то избирательная комиссия, состоящая из представителей, преимущественно правящей партии. Нет, вот сидят представители демократической партии, сидят представители республиканской партии, смотрят на великолепене, кладут ту или иную пачку. Поэтому сам себе процесс каких-то там массовых партификаций даже тяжело себе представить. Но тем не менее, тем не менее, сторонники Трампа, и мы сейчас будем говорить причины такого взгляда на вещи, очень многие действительно Трампу поверили и пошли вслед за его зажигательными речами, что эти результаты не могут быть утверждены, поскольку эти результаты нечестные, и поэтому надо остановить Конгресс в тот момент, когда он утверждал результаты выборов. И в этот момент голосования туда и рванула большая группа демонстрантов, которая закончилась, как я уже сказал, штурмом Капитолия и закончилась жертвами. Это достаточно тяжёлая история, беспрецедентная действительно, в американской истории, поэтому она по-прежнему довольно сильно обсуждается. Вот здесь целый ряд демократов, конечно же, настаивает на том, и это понятное дело, и это их интерес в значительной степени, чтобы вот здесь вопрос рассматривался уже не только о воспрепятствовании права американцев, это как раз препятствование избирательным правам, а обвинения в мятеже. И вот если есть обвинения в мятеже, если есть мятеж и есть погибшие, то вот здесь пожизненное, вот здесь, возможно, смертная казнь, вот здесь, возможно, запрет занятия государственных должностей. Но это возможно только в том случае, если пройдёт процесс, если будет уже обвинение. Понятно, что избирательная компания уже дышит спину, и, скорее всего, эти все судебные процессы довольно долгие. ожидать, что какие-то решения будут приняты до судебных всяких дел, пока не приходится. И вот дальше мы оказываемся в интересной ситуации уже, точнее, американцы оказываются в интересной ситуации, поскольку никогда раньше они не могли себе представить, что президент мы или кандидат в президенты может оказаться в подобной ситуации. Американская история, там, американцы, элита очень горды тем, что президенты практически не попадали под уголовное преследование, практически не оказывались замешаны в крупных коррупционных скандалах. И, например, это как бы некоторая установка, конечно, что если человек оказывается президентом, то психологически он считает, что он в состоянии совершить великие дела в великой стране и входить в историю, а не пытаться там сколотить какой-то маленький капиталист. Например, один из политических деятелей, очень известный Гамильтон, который просто так и не стал президентом, он гордился тем, что пришёл во власть и ушёл ровно с теми же негдами. Это был предмет гордости. Поэтому, да, были истории, конечно, когда был объём на импичмент по Клинтону в связи с взаимоотношениями со стажёркой Моникой Левицкой, но тогда демократический парламент не дал входа импичменту. И был момент, когда импичмент был почти как сгарантирован. Это Ричард Никсон, это вот Эргейское дело, попытка установить подслушивающее устройство в штаб-партии реконкурентов. Вообще склонность Ричарда Никсона всяким тайным операциям, она как раз и сгубила его. Дальше попытка скрыть наличие плёнок, переговоры в записи и в целом стало ясно, что импичмент практически неизбежно слишком много попыток воспрепятствовать правосудию, скрыть, говорить неправду, оказалось на поверхности. Вот это история. И в результате пришло руководство Республиканской партии, в тот момент все-таки партийные структуры играли достаточно серьёзную роль, и попросили Никсона по-добру, по-здорову подать в отставку. Что он и проделал. Пришедший к власти вице-президент Джеральд Форд, он своим декретом помиловал Никсона, у него было такое право, и в этом результате судебного разбирательства всей этой истории не было, хотя всё, что было написано, всё, что было объявлено, всё, что было рассказано, конечно, легло тяжёлым пятном лично на президента Никсона и, конечно, на институт президентства. Надо понимать, что каждый человек, который становится президентом великой страны, это относится не только к Соединённым Штатам, но и к нашей стране тоже, да и к другим. Крупные страны понимают, что на них историческая ответственность, как они ведут, какую славу они себе оставят, и что будет после этого, укрепится ли авторитет президентской власти, этого института, или он, наоборот, пострадает. Но что интересно, вот это опять возвращение, почему мы говорим вот эти вещи, ну, во-первых, выборы в Соединённых Штатах, штука для нас не безразличная, с учётом влияния Соединённых Штатов в экономической, военной, политических областях, ну, и с учётом того, что в Соединённые Штаты сейчас администрация президента Байдена занимает достаточно уверенную позицию поддержки Украины в конфликтах с Россией. И очень многие у нас считают, что вот придёт Трамп, как говорится, да, и Трамп нам поможет. Вот такой подход есть. Мы помним представителей нашей эстеблишмента, которые праздновали победу Трампа. Они, видимо, не читали вообще его работы, плохо представляли его философию. Но Трамп долго доказывал, что он вообще далёк от России, не является российским агентом. И поэтому он был горд тем, что он первым начал поставки летального оружия на Украину. Это были джавелины противотанковой системы, и это были передастные зенитно-ракетные комплексы Стингера. И то, и другое сыграло очень большую роль в начальной фазе войны. Это хочется заметить. Поэтому, так сказать, не надо думать, что это просто президент что хочет, то и делает. Там всё-таки есть ещё и Конгресс, и на сегодня существует достаточно сильное двухпартийное согласие по поводу линии в российско-украинском конфликте. Но вот, что ещё важно и существенно, конечно, были времена, когда праймерис, вот эти предварительные выборы вообще отсутствовали. И описывается, что собиралось руководство, так сказать, в курилках, там в лобби, в гостинице, и сидели, и решали, какую вообще пару выставить на выборы с тем, чтобы обеспечить голоса. Кандидат от севера обязательно, или кандидат, вице-президент от юга. Или наоборот, вице-президент, кандидат от юга, значит, вице-президент от севера. Часто, как Восток-Запад, то же самое, постоянная попытка каким-то образом уравновесить, чтобы у разных избирателей было понятное лицо, за кого голосовать. Во времена Джона Кеннеди были там, уже в те времена, первые праймерис, но это была попытка, что называется, понять и пощупать моду, как будут голосовать избиратели. И вот, например, по тому же Джону Кеннеди проводили праймерис, поскольку была большая задумчивость демократической партии выставлять президента-католика. Потому что всегда выборы выигрывал протестант, так называемый белый англосаксонский протестант. Это стандартная формулировка для кандидатов в президенты. И это была первая попытка. И вот посмотрели, и вы увидели, что вроде идет удачно, и что он хорошо избирается, и тогда давайте на съезде мы его выдвинем. Постепенно движение в сторону демократизации и вот этот вот вопрос, где есть тот разумный предел демократизации, который идет уже в ущерб, как говорится, и обществу, и государству в целом. Тем не менее, есть некий оптимум, как бы это ни было удивительно. Привел к тому, что практически полностью все отдано на отку праймерис. И когда человек выигрывает праймерис, это голосование избирателей партии в штате, и вообще всех жителей штата в некоторых ситуациях и так решает, давайте пускай в этой партии голосуют. Будем понимать, насколько популярен наш кандидат. Приводит к тому, что дальше голоса выборщиков считаются связанными. То есть, вот если, например, вариант, кандидат выиграл праймерис в штате, условно говоря, все голоса выборщиков от этого штата, которые приезжают на конгресс партии, уже отданы ему. И дальше каждый сидит и считает, сколько он набрал голосов, и выборщиков какова будет ситуация на съезде. Да, есть небольшой объем свободных голосов, это обычно конгрессмены, руководители партии, бывшие президенты, сенаторы, действующие, бывшие, которые избраны, они имеют право свободных голосов. Но это совсем немного на общем фоне. И поэтому мы помним историю, когда начинается праймерис, и Хиллари Клинтон рассматривается демократической партией и ее эстеблишментом, как бы всеми людьми представляющими руководство и позиции ведущей партии, что да, это наш кандидат, и вдруг начинает разгоняться молодой, очень обаятельный, умеющий говорить, общаться с прекрасным басом и Барак Обама, и шаг за шагом вдруг он начинает настигать, а потом просто выигрывает у Хиллари Клинтон праймерис и партия выдвигает Барак Обаму. Вот так происходит история. Вот сейчас республиканская партия находится в значительной степени, да не только республиканская партия, оказывается, они заложниками идут кандидатов, а не кандидаты зависят от партии. То же самое республиканская партия пыталась поглядеть, может быть, попробуем Джеффа Буша, третьего Буша, два вроде были успешных, а третьего вроде совсем неплох, начали праймерис, и вдруг все эти кандидаты, другие кандидаты статусные, традиционные, имевшие политический опыт, они все отвалились. И вдруг выскочка, который совершенно никогда не занимался политикой, трап начинает резко набирать голоса. И вот здесь очень интересный феномен, который работает по миру, который, в общем, задает очень много вопросов к демократическим институтам, насколько успешно это будет работать в нынешнем условии. Два основных сюжета. Сюжет первый. Для того, чтобы выигрывать всевозможные праймерис, надо иметь общенациональную известность. И тут выясняется, что общенациональную известность можно заслужить либо длинной-длинной политической карьеры, когда вы приходите к власти уже в очень серьезном возрасте, убеленной сединами. Это Джозеф Байден, который провел в политике практически всю свою жизнь, начиная с молодости. Либо вы получаете эту известность разными скандальными вариантами через шоу-бизнес, еще какие-то варианты. И это история Дональда Трампа. Я всегда говорю, и это в том числе история Владимира Зеленского, который через сериал о президенте получил колоссальную популярность. И подход, что вот такой президент нам и нужен, как мы его видим в телевизоре. Практически этот сериал и был его избирать на программах в значительной степени. И второй момент, который очень тоже сильно сказывается, даже в Европе, наверное, в большей степени начинает чувствоваться и в Америке, постепенно складывается таким образом, что политики все в большей и большей степени начинают завышать планки ожиданий и выступать с серьезными обещаниями, ну, практически чудо. Если вы, ну, и избиратель, особенно европейский, в большей степени, наверное, американский, в меньшей степени, начинает ждать чуда от политиков. Для российского человека, как говорил Бердяев, ждание чуда есть одна из слабостей русского народа. Здесь, конечно, наиболее тяжелая история, когда политики просто рассказывают, что он не накормит всех сорока хлебами и так далее, и тому подобное. И выясняется, что если приходит серьезный человек, который говорит реальную программу, который рассказывает о том, что реально возможно, что он будет сделать, это не проходит. Приходит популист с простейшими рецептами, который обещает решить колоссальное количество проблем с простыми понятными способами. Ну, мы вспомним строительство стены с Мексикой, сейчас построим стену и все проблемы мигрантов разрешены. Ну и так далее и тому подобное. Масса таких предложений, которые звучат. Конечно, совершенно показательная история на движение партия Беппи Грилла, пять звезд движения в Италии. Человек, клоун, это его, это не оценочное суждение, это его реальная профессия, решил создать партию и начал делать это в интернете и эксплуатировать раздражение граждан, политикам, которые обещают, которые как бы постоянно где-то заседают, красиво живут, и жизнь не становится принципиально лучше. А иногда бывает, что она и становится хуже. И приходят люди, те побег и Грилла, которые они смогли получить фактически не имея ничего, практически треть голосов в итальянском парламенте на этом раздражении, что мы придем и выметим всю эту толпу сидящих, праздно шатающихся по этим коридорам, проветрим все эти здания, и тогда там будет замечательно. Ну и то же самое, практически, как некий бунтарь, выступал Трамп, что он сейчас придет, он этот муравейник разворошит, он это застойное болото раскачает. И лозунг, давайте сделаем Америку с новой великой, в том числе и включал вот такой мощный популистский антиэлитарный посыл. И это достаточно серьезно работает. Последствия, конечно, понятно, что будут крайне непростыми, а могут быть действительно сложными, если эта история затягивается. Но тем не менее, очень большое количество избирателей говорят, вот такой человек нам и нужен, вот он сейчас всех этих гадов разгонит, прижучит, посадит, и тогда наведет порядок, и вообще все будет по-другому. И вот это вот желание привести такого народного заступника, можно сказать, с тень Куразина в политике, ну у нас это в какой-то степени работал феномен Жириновского, мы помним всю эту историю, на эту роль практически где-то шел генерал Лебедь, но ведь время было другое, да и судьба сложилась иначе. И сейчас это Дональд Трамп, и вот эта вот интересная позиция, которую мы видим, и это все фиксируют, что первый объем обвинений, уровень поддержки среди трампистов возрастает, и десантист, который, казалось, идет головоблогу, молодой, красивый, губернатор Флориды, на волне своей шикарной победы, вдруг начинает постепенно уходить в тень. Вторая волна, второй пакет обвинений, еще большая консолидация вокруг Трампа. Сейчас третий пакет, ну и, конечно, Трамп выступает, рассказывает о том, что это его хотят, эти бюрократы, прощалыги, обманщики, демократические, которые засели там в Капитолии, засели в Белом доме, они хотят не допустить нашего хорошего парня Дональда Трампа до власти, которые им покажут и которые, так сказать, вот тогда мы и заживем. И это очень сильно коррелируется, я смотрел карту по итогам выборов с уровнем, что называется, жизни и с уровнем образования. Вот в любом штате крупные города, просто городские территории голосуют за демократов и голосуют за Байдена. А глубинка, так сказать, простой американский фермер, человек, который живет там в маленьких поселках, жизнь которого трудна и очень часто, так сказать, не столь прекрасна, как она нам представляется. Он голос там-там побеждает Дональд Трамп. И вот эта вот борьба двух Америк, она достигла, так сказать, очень серьезного противостояния. В Конституции Соединенных Штатов, я говорил, никто об этом не думал, нет никаких запретов, кроме случая восстания на участие человека в выборах. Он может вести избирательную кампанию, даже находясь по следствиям, он может вести избирательную кампанию, даже находясь в заключении. И более того, сейчас юристы начинают обсуждать совершенно тонкий вариант, а что будет, если Трампа изберут, а параллельно его осудят. Так сказать, президент может определить местом своего заключения статус тюрьмы, дать Белому дому, и будет там отбывать заключение, и оттуда будет руководить страной. Вот такие вот фантастические истории приходится обсуждать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!